И вот мы с вами будем рисовать сангин. Технику рисования терракотовой сангиной Фёдор Петров пробует впервые. Участник творческой смены из Харпа старается выполнить все рекомендации художника, чтобы работа в итоге вдохновляла не только его самого, но и зрителей. Вдохновение осенью, поскоро лето кончается, осенью. Вот такой искусство, что-нибудь песня там какая-то хорошая, вдохновление, срать появляется или красота какая-то. 23 особенных творчески одаренных школьника из четырех муниципалитетов Ямала. Приуральского, Шурышкарского районов, Лабытнанги и Салихарда. Четыре дня подряд практически круглосуточно погружаются в океан холстов, красок и положительных эмоций. Любой человек, когда начинает что-то делать, он внутри преображается. И вот когда он рисует, вы посмотрите на их лица. Они совершенно другие, они какие-то одухотворенные, они чистые. Мальчишек и девчонок разделили на две группы. Пока на одной площадке пишут картины, на другой своими руками создают маленькие шедевры. Сегодня мы делаем вот такие шоколадницы. Там мы клеим цветочки, осенние листочки, ажурные салфетки. И еще вот такая подпись. Здравствуй, школа. Арт-терапия для особенных детей – это возможность раскрыть таланты, считают организаторы. Поэтому именно для таких юных северян проводят мастер-классы, экскурсии и в целом знакомство со всеми видами творчества, в том числе и театральным. Мы назвали ее «Пространство открытий», потому что мы рассчитываем, что у них здесь они производят много-много открытий для себя. Ну и в дальнейшем нужно эту историю, конечно, развивать, делать ее регулярно. Инклюзивные смены в Центре выявления и поддержки одаренных детей планируют сделать постоянными. А главные итоги и открытия этой – сами дети. Возможно, для кого-то из них такой интенсив станет стартом в большой мир искусства. Вера Дронзикова, Алексей Канев. Время и мало. Салихард.